Зима снова вернулась в регион. Накануне в ряде районов выпал снег. Осадки стали причиной многочисленных аварий и пробок. Движение было затруднено на Култукском, Александровском и Качугском трактах. Усугубило ситуацию то, что большинство водителей уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. С самого утра коммунальные службы проводят противогололюдную обработку. На дорогах работает снегоуборочная техника. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим. Синоптики прогнозируют усиление ветра и мокрый снег в Иркутской области. 25 апреля в центральных, южных и верхнеленских районах региона ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В горах Южного Прибайкаля сильный мокрый снег. Между тем, в городах Приангаря преимущественно плюсовая температура. Подробнее о погоде расскажем в метеоновостях далее в эфире. Ну а пока к происшествиям за минувшие выходные. Трех человек спасли на Иркутском водохранилище. Накануне в воскресенье поступило сообщение о том, что на водохранилище в районе новоразводной перевернулась лодка. В судне находились двое мужчин и женщина. С легким переохлаждением их передали бригаде скорой помощи. Позже стало известно, что лодка двигалась по льду, а при выходе на открытую воду перевернулась. Мужчина-водитель не имел при себе удостоверения. Сотрудники ГИМС проводят проверку, в рамках которой будет принято правовое решение. В Иркутске впервые черному лесорубу запретили посещать лес. В 2013 году Куйтунский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за незаконную рубку леса. Наказание осужденный отбывал в колонии строгого режима. По выходу он совершил еще одно административное правонарушение, на что суд постановил, что 34-летний браконьер больше не сможет посещать ни один лес в стране. Наказание продлится до окончания срока административного надзора. В Приангарии ввели запрет на вылов нескольких видов рыб. Это связано с началом нерестового периода. Под охраной их орёс, линок и таймень. Ограничение продлится до 25 июня. А с 1 мая в водоемах Иркутской области нельзя будет ловить щуку. Нарушителям грозит штраф. Продолжаем. Готов к труду и обороне. Уже несколько лет советский норматив общей физической подготовки возрождается в виде одноименного комплекса. С 2016 года его выполнили около 3000 ангарчан. В городе прошел фестиваль ГТО, где обладателям значка предстояло не просто показать хороший спортивный результат, но и посостязаться друг с другом. Проверить свою готовность к труду и обороне сегодня может практически каждый. Комплекс ГТО учитывает все возрастные группы. Но наиболее активное рвение к сдаче норматива проявляет молодежь. Что неудивительно, наличие значка даёт дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Ну мы по принципу живем по такому. О том, что здоровым быть это очень здорово. Сейчас это очень актуально. И поэтому сегодня, которые наши ученики приходят, те, кто еще не занимается спортом. То есть есть прекрасная возможность на стадионе Ангара записаться на любые различные секции. Здесь есть как конькобежный спорт, легкая атлетика, футбол, волейбол даже, насколько я знаю. Фестиваль ГТО на стадионе Ангара сегодня собрал учащихся из девяти местных школ. Сдача нормативов не планируется. Каждый из присутствующих уже выполнил нужное количество подтягиваний и отжиманий. И сегодня судьям предстоит выбрать сильнейших. Команды будут состязаться в выполнении упражнений из комплекса на скорость. Сначала прыжок с места. После этого наклон вперед, гибкость. Дальше отжимания. После него пресс. После пресса 30 метров и финиш. Общая сумма очков. Это общее время команды. Всех 8 человек. По словам организаторов, такие мероприятия должны служить популяризации норматива и привлечь к регулярным занятиям физической культурой как можно больше людей. Отметим, что значки ГТО современного образца уже получили несколько тысяч ангарчан. Андрей Иванов, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время. Владельцы мототехники вновь стали полноправными участниками дорожного движения. Официальное открытие сезонов при Ангаре назначено на 30 апреля. А пока совместно с сотрудниками ГИБДД байкеры провели профилактическую акцию и призвали автомобилистов быть внимательнее на дороге и уважать других участников движения. Любовь к мотоциклам Юлии привил муж позже. Ангарчанка решила, что быть просто пассажиркой ей уже неинтересно. И вот второй сезон она встречает во всеоружии. Рычащий поэтому очень нравится. Страшно, да. Не страшно, я не знаю, ну только не умным людям. Страшно, но всегда техника безопасности превыше всего. Жизнь ценна. Очень с большой внимательностью быть на дороге, потому что есть не только машины, да, есть пешеходы, есть транспорт, также двухколесный, четырехколесный, но это безумная ответственность. Официальное открытие мотосезона в Приангарье назначено на 30 апреля. Однако на дорогах мотоциклистов уже достаточно. Погодные условия позволяют. Традиционно в это время байкеры совместно с инспекторами ГИБДД проводят профилактические акции. Сами обращаются к автомобилистам с пожеланием уважать других участников дорожного движения и быть предельно внимательными. Мы появились в лето. Мы к вам с уважением, вы к нам с уважением. Счастливой дороги. Мотоциклистам также разъясняем правила дорожного движения в части обязательной регистрации транспортных средств своих двухколесных, имеющейся категории, которая позволяет управлять таким видом транспорта. Ну и в общем о соблюдении правил дорожного движения. За прошлый год на территории Ангарского городского округа было зарегистрировано 9 таких дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. ДТП с участием мотоциклистов зарегистрировано уже и в этом году. Причем с фатальными последствиями. Поэтому, чтобы летний сезон для всех прошел спокойно, полицейские рекомендуют соблюдать ПДД и чаще смотреть по зеркалам при совершении каких-либо маневров. И главное, проявлять взаимоуважение на дороге. Елена Жерлова, Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время. Акция «Бессмертный полк» в Ангарске состоится в традиционном формате. В колонии с портретами своих родных фронтовиков пройдут десятки тысяч людей. Подготовить фотографии помогут специалисты Центральной городской библиотеки. Они бесплатно сделают макеты, при необходимости обработают фото. Распечатка и ламинирование производится по прескуранту. Материалы можно отправить на электронную почту, которую вы видите на экране. Мокрый снег и холодный ветер не отпугнули ангарчан от общественно полезного труда. На уборку леса, расположенного в 33-м микрорайоне, вышли несколько десятков человек. В нем поучаствовали студенты Ангарского техникума строительных технологий. Ребята убрали мусор и развешали скворечники. Обратились в станцию юных техников за скворечниками. Нам они выделили пять штук, за что им огромное спасибо. Ну, соответственно, кто, как не студенты, техникума строительного, лучше всех исполнит эту работу. Есть и стремянки, есть и специальные принадлежности, инструменты. Данную территорию местные жители убирают регулярно. По завершению традиционно организуют чайпитие. Несмотря на все сюрпризы погоды, ангарчане готовятся к началу дачного сезона. Многие его уже открыли в минувшие выходные. Кто-то убирает листву, подрезает деревья, некоторые перекапывают грядки и что-то уже посеяли в теплицу. Мария Константинова встретилась с садоводами и узнала, что планируют выращивать и на каком этапе посевная. Вот так аккуратно и не торопясь, юный цветовод Иван поливает петунии и эустому. Парню 16 лет и он увлечен биологией. Эту рассаду вырастил и пикировал сам. Результатом доволен и ждет, когда придет время высаживать цветы в грунт. Вообще все детство я наблюдал, как бабушка на даче ухаживает за цветами, за помидорами, всякими разными культурами и как-то втянулся в это и очень понравилось. А на загородных участках многие садоводы уже готовят почву. Грунт необходимо вскопать, разрыхлить и обработать от вредителей. У Елены в одной половине теплицы взошли семена редиса, во второй она посадит зелень. Работ много на самом деле. Мы очищаем от зимы, так скажем, от спячки, ну от мусора. Плодовый сад мы подготовили, тоже обработку, обрезку старых сучков, веток. Обработали также от вредителей и напитали. Пока, так скажем, еще зелени нет, как раз вот эти работы производятся. В Ангарском округе более сотни садоводческих товариществ. Для многих загородная жизнь – это не просто увлечение, а возможность дополнительного заработка и отдыха на свежем воздухе. Весна для них долгожданное время и при этом хлопотное. Природа в Сибири только просыпается, однако у дачников вовсю наступает горячая пора и посевной период. Впереди майские праздники, и многие ангарчане отправятся за город открывать дачный сезон. Но при этом не нужно забывать о пожарной безопасности. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Верующие всего мира отметили главный христианский праздник – Пасху. Богослужение в честь Светлого Христового Воскресения прошло в Свято-Троицком храме. Его посетили несколько сотен ангарчан. Вместе с ними на грязный ход отправилась и наша съемочная группа. Андрей Иванов продолжит тему. Великая Суббота, ее еще называют Страстной, Красильной или Тихой, наступает перед Светлым Воскресением и является последним днем Страстной недели. Именно в эти дни завершилась земная жизнь Иисуса Христа. Верующие жители Ангарска отправились в храм на службу в канун главного православного праздника. Последние два года из-за пандемии богослужения в Пасху проходили по-особому. На этот раз все вернулось на круги своя. Крестный ход прошел вокруг храма, который посетили сотни ангарчан. Многие были с детьми. Очень ярко выраженно ощущался корректив, который унесла пандемия. Естественно, было меньше народу. Но это и оправдано было, потому что хочешь не хочешь, а оно было. И приходилось соблюдать все предписания и Роспотребнадзора, и рекомендации нашего священного начальника, священного патриарха Кирилла, по поводу ограничений, посещения богослужений. Но и тем не менее, все равно радость о воскресшем Христе, ее невозможно удалить, там никакой пандемии. И смысл Пасхи Христовой в том, что он, будучи пригожден ко кресту, вот на этом кресте приняв смерть, тут же пронзил ее своим божеством. И смерти отныне нету. И человечество имеет возможность отныне войти в некогда потерянный им рай. И поэтому это краеугольный камень, вообще христианство, это самый фундаментальный, самый значимый праздник, праздника в празднике и торжество из торжеств. В Великую Субботу вспыхивает благодатный огонь, или как его еще называют, святой свет в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Согласно легенде, он не обжигает первые минуты. Некоторые православные совершают паломничество на святую землю, для того, чтобы своими глазами увидеть схождение благодатного огня, являющегося символом воскресшего Иисуса Христа. Праздник Святой Пасхи рад обратиться ко всем вам с этим приветствием, которое на протяжении двух тысяч лет победно звучит в нашем мире. Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан. Мы прославляем Спасителя, который, пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом. Пасха является важным связующим звеном для разных народов. Например, в один день с нами ее отмечают грузины, недели ранее, 17 апреля, армяне. Пасха объединяет людей в добре, светлых мыслях и делах. – Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! – Очень все здорово, красиво. Мы впервые с ребятишками на таком мероприятии недавно окрестились, и для нас это прямо очень важно было прийти. – Ощущение, конечно, праздника, чистоты, светлости. Тем более в такое время, когда такая ситуация непростая у нас. Хочется верить в лучшее. – Мы вот в том году хотели тоже прийти, вроде бы, как говорили, что будет Пасха. Мы приехали, а все равно не было ограничений, как раз еще были эти ковидные. Ну, а сейчас, когда уже ограничения вроде как и сняли, ну, все равно надо сблюстить свои традиции. – Тимош, какие у тебя ощущения? – Ну, я хотел, чтобы писал очень сильно Пасха, потому что я люблю Пасху и очень люблю яйца кусочек. – Здорово! Душа поет, и сердце тоже. Дай Бог всем здоровья, счастья и удачи! Пасха – символ торжества жизни над смертью, победы добра и света. На праздник принято печь куличи, красить яйца, готовить творожную Пасху, освящать приготовленное в храме. Но во все времена главный момент празднования – искренняя молитва верующих. Во всем мире праздник Святой Пасхи отмечает несколько миллиардов человек. Сегодня в храме Святой Троицы собрались сотни православных ангарчан, чтобы все вместе встретить Святое Христово Воскресенье. Андрей Иванов, Дмитрий Швецов. Местное время. Пасху отметили и в спортивной школе «Ермак». Клуб «Добрыня» провел открытый турнир по рэкболу. Принять участие в состязании могли команды любого вида спорта. По словам организаторов, самое важное в праздничные выходные – зарядить воспитанников спортивных школ позитивом и хорошим настроением. Сейчас предстоит еще довольно-таки одно состязание – интересная игровая софета между командами. Задача – объединить, то есть взаимоотношения улучшить между коллективами клубов. Очень приятно, что традиции наших народов, древние традиции наших народов, они не забываются. Пасха – это праздник добра, праздник победы, добра над злом. Поэтому, конечно же, такие праздники надо проводить. Спортивные соревнования, направленные на сохранение традиционной культуры народов России, клуб «Добрыня» проводит не впервые. Месяцем ранее в Ермаке проходил турнир по греко-римской борьбе, посвященный празднованию Навруза. К этому часу вся информация. Премьеру полной картины дня смотрите в 19.30. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и заходите на сайт actistv.ru. Будьте в курсе всех событий. До свидания.